Здравствуйте! Это мобильные новости на Якутии 24. Меня зовут Нюргуяна Иванова и я расскажу вам о событиях этой недели, которые не остались без внимания пользователей социальных сетей. Начнем с близкой для многих якутян темы холода. 31 января по якутским поверьям у так называемого быка холода упал рог. А это значит, что крепкие морозы отступают, поэтому местные жители торопятся запечатлеть якутские морозы. В эти белые края вновь и вновь приеду я, чтобы увидеть, как танцует якутяночка моя. А еще, как оказалось, якутский холод можно использовать как рекламу известных брендов. Так, например, появилась пародия на рекламу шоколадного батончика, а на многим пришлась по душе. А вот еще одна пародия ролик, где якобы рэпер Тимати поет о необходимости якутских хунтов. Стал предметом обсуждения в сети. Комментаторы отмечают, что видео немного опоздало с релизом, ведь про унты уже пели бурятские КВНщики. Давайте, батаны, злоимся! Блин, унты купил, вообще пафосный стал. Якутский холод смог покорить нескольких попыток французский путешественник Ив Шалуан. Его веломаршрут пролегал от поселка Невер Мурской области до полюса холода в Якутии. В пути он столкнулся с техническими трудностями из-за сильных морозов, но поставленные цели гостеприимства местных жителей помогли ему их преодолеть. КОНЕЦ Прекрасную половину якутского сегмента Фейсбука. Его фото опубликовал журналист, которому он рассказал, что приехал в Якутию не для того, чтобы обольщать якутянов, а снять документальный фильм про холод. Якутии морозы на этой неделе соседствуют с аномальным потеплением в Арктике. В Колымской группе районов была зарегистрирована плюсовая температура. Циклон пришел на Колыму из Тихого океана. Он необычно теплый для этого времени года. Накануне он уже натворил много отдел под воздействием циклона. На Колыме в конце января выпала месячная норма отсадков. Эти кадры прислали из поселка Андрюшкино Нижнеколымского района. Там снега намело почти по 2 метра высотой. Аномальная теплая погода несколько дней держится на отметке минус 6 градусов. Ветра нет небо ясное по ощущениям, будто пришла весна. Продолжая тему аномалий, Гало появилось в небе над Центральной Якутией. Необычайно красивое природное явление иногда называют ледяной радугой. Его можно наблюдать только в ясную морозную погоду. Если в небе взошли целых три солнца, то почему бы это не сделать Луне? Накануне жители наблюдали сразу несколько уникальных небесных явлений. Впервые более чем за 100 лет наступила фаза полного затмения Луны в рамках Красного Суперлуния. Наилучшие условия для наблюдения голубой кровавой Луны в России сложились на Дальнем Востоке, в том числе и в Якутии. Совпали сразу три обстоятельства. Второе полнолуние за месяц, затмение при котором обычно серебристый диск окрасился в оранжево-красный цвет. И еще Суперлуния – момент максимального сближения Земли с ее спутником. Последний раз такое совпадение было в 19 веке, а повторится нескоро – в 2037 году. Уникальное явление, конечно же, не осталось незамеченным в социальных сетях. Для них оно стало удивительным и завораживающим зрелищем, другие предостерегали о негативном влиянии на человека. Группы в мобильных мессенджерах WhatsApp буквально пестрили сообщениями о том, что наблюдать за смертью Луны опасно для энергетики и жизненной силы. Но будем надеяться, что суеверия останутся суевериями, а мы увидели уникальное и к тому же очень красивое явление – ну просто космос. Раз уж мы затронули тему космоса, запуск третьего ракеты-носителя «Союз-2.1А» с космодрома «Восточный» прошел успешно. Напомню, в зону падения отделяемых частей подпадает несколько районов Якутии. Так, момент падения фрагментов был запечатлен жителями села Тылгыны Вилюйского района. В этом году поток туристов в республике невероятно высок. Туристов начали привлекать не только холодом, но и главным достоянием. В YouTube набирает популярность фильм в формате сферического видео о процессе добычи алмазов. Эффект 360 градусов позволяет выбирать обзор по желанию. Проект цифрового издания PlanetPix переносит зрителя на алмазные копии Якутии. Зрители могут опуститься с шахтерами под вечную мерзлоту, проехать на подземном поезде и увидеть, как взрывают породу в карьерах. На следующей неделе из большого спорта проводят якутского многоборца Ивана Белолюбского. По этому поводу инстаграм-проект Чип-Чап запустил флешмоб по хэштегу «Уйбан уаннаминь», что значит «Иван и я». Пользователи постят различные селфи со спортсменом и желают удачи в тренерской деятельности. Волну подхватили и якутяне, проживающие за границей. Так, например, жительница США Юлия Иннокентьева предлагает поддержать флешмоб. Всем привет, меня зовут Юля, я живу и учусь в США. И я поддерживаю флешмоб «Уйбан уаннамин», посвященный выдающемуся спортсмену Ивану Белолюбскому, его уходу из большого спорта и предстоящему чемпионату. Мы с Иваном Белолюбским работали в прошлом году на фестивале Арнольда Шварценеггера здесь в Америке, где он был главным судьей абсолютного чемпионата мира по масс-рестлингу. Он человек дело, человек слово. Мне было очень радостно видеть, что такие люди представляют нашу республику. И я всех призываю поддержать флешмоб, поддержать чемпионат. Всем пока. Сейчас в трендах еще одна интернет-акция. Флешмоб с преображением и ненавистью к армии буквально взорвал интернет. Моцовиками-затейниками стали китайские интернет-пользователи. Они начали делать ролики, в которых сначала предстают в самом непрезентабельном виде, а затем резко меняют образ после произнесения фразы из песни американской певицы Крейшен Гуччи Гуччи. В начале ролика герой одет домашнюю одежду. Если это женщина, то она снимается без макияжа. Затем после кодовой фразы авторы видео взмахивают перед камерой тканью и полотенцем. И с помощью монтажа резко прицвет перед зрителем в своих лучших нарядах с прическами в самых привлекательных позах. Волну подхватили во всем мире и даже в Якутии. Ну и напоследок самый главный интернет-хит этой недели. Житель Перу Хосе Каре снял забавное видео, которое мгновенно разлетелось по соцсетям. На нем крыса моется в раковине, при этом она двигается словно человек. Зверушка стоит на двух лапках и тщательно потирает свой животик и подмышки. Пока многие умиляются забавному ролику, эксперты считают, что в нем смешного мало. Грызуны умываются с помощью языка и зубов. Лапы для этого они, как правило, не используют. Судя по этому ролику, животное специально намазали мылом, и он пытается от него избавиться, так как оно явно причиняет животному дискомфорт, заявил исследователь из Хельсинского университета Туомас Айвела. С момента публикации 27 января ролик с моющейся крысой посмотрели более 30 миллионов раз. Это были мобильные новости, новости, которые вы делаете сами. Если вы стали очевидцем интересного события или являетесь автором популярного ролика, присылайте нам свои материалы на телефон горячей линии, номер указан на экране, либо электронный адрес nvknewsobacamail.ru Также мы есть во всех популярных социальных сетях. До следующей недели. Редактор субтитров А.Семкин